Любовался родными просторами Перед битвою богаты А перед ним бойся темная Два поменялись, причем это были сильные бойцы И Жанг Рен Жанг или Занг Жанг 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 Вадим Давыдов Отплыл Вадим Доминад А Любое произношение принимается Да Удобно Здравствуйте Здорово А вот А в начале противостояния Вадим Давыдов прибавляет от боя к бою И каждый раз я говорю о том что для меня Вадим Давыдов это боец с таким характером, да, потому что... Кстати, он становится атлетичным. Да, 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 я уже рассказывал, ну, ты тоже знаешь, Игорь, что Абдулла Беделов как раз и у Рашида Салихова, и у Вадима Давыдова делал упор именно на функционал, на мышечную массу, на мощь. Начинает с фрунткика, Вадим тут же правый прямой. Лоу-кик, ну, высоковато. Попал, попал, да, было, было. То есть, жанр Ред не симулирует совершенно точно. Чем мы знаем, Вадим Давыдов выступает и по тайскому боксу, и по К-1. И делает это одинаково хорошо. В прыжке левой ногой Маваши Герик в голову. Да, но в блок попадает, ну, хорошо, было интересно. Зрелищно. Самый глаз смотрим ради того, чтобы насладиться именно зрелищем, красивой техникой. Очень быстрое начало от Вадима Давыдова. Попадает левый сбоку. Да, попадает и пропускает. Прямой правый. Слишком быстрое, мне кажется, начало для Вадима Давыдова. Еще один удар в прыжке. Правый прямой точно. Прямой сбоку от Рэна. В тубе еще пытался пробить китайский атлет. Теперь уже слева по печени. Левый боковой проходит. Покал, пропал. Выдохал. Выдохал Вадим. К сожалению, зашел этот удар. И продолжает идти вперед Жан Грэм. Продолжает обрабатывать. Увидел это китаец, естественно. Увидел, что попал он по корпусу Вадиму. И начинает бить больше слева. И по корпусу, и в голову, естественно, череду и этажи. Но Вадиму не надо сейчас вот вступать. Этот самый обмен. Да, нужно немножко подышать. Он не надо, но, зная, что китайцы будут, наверное, наносить и один, и два, и три удара по печени. Вот мы видим, что еще один удар по печени. Ждать это движение и на протяжении пытаться пробивать правый боковой. Да, все верно. Бекрест не проходит за шагом у Вадима. Показывает Вадим Давыдов, чтобы удар в пах. И правильная пауза. Тактическая. Правильная. Да, да, да. Сейчас он спускается к своему тренеру. Ну да. А, шорты развязались. Видимо. Да? Ну, тоже неплохо. Поэтому сейчас есть несколько секунд, чем у Вадима Давыдова для того, чтобы получить ценные указания от Адулы. Но я думаю, сейчас Адулла Беделов ему расскажет, как надо жить. И не терять шок. Это правда. Пою. По возможности. Да, и вот мы сейчас увидели, как представитель Китая, Жан Грен, показал, что понимает, что ему нужно делать, что ему необходимо бить больше руками по туловищу, в область печени. Ну, это абсолютно читалось, это понятно. Все. Коммуниция поправлена. Бой может продолжаться. С двойной руковой левой в исполнении. Вадима Давыдова, Маваши, Залуков. И левой, и в правой. Ну, Рафа Ильский, да, пытается держать Вадим Давыдов, соперника на дистанции. Это понятно, но голову сейчас, но взаимодействие, да, взаимодействие. Сейчас левой сбору был поплотнее в исполнении Жан Грена. Вадима Давыдова, он не по месту прям совсем, где у Вадима и ушел. Да, очень много ударов по корпусу получил, очень. И прям вот мы видели, после одного из них так задышал конкретно Вадим Давыдов. Не просто ему пришлось в этой ситуации. Ну, посмотрите, да, дебютант китаец, а какой он неплохой. Это мягко говоря. Да, это не как первый бой, преимущество. Да еще на чужой территории сразу. Круто и выше, сколько вроде должно было быть за Вадима Давыдова. Абсолютно не стеснялся, пытается, идти в обмен, идти вперед, работать первым номером. И это приносило свои плоды. Он был весьма точным гендер в эпизодах. Раунд 2. Раунд под номером 2. Продолжает теснить соперника Жан Грен. Я думаю, что опыт все-таки должен сыграть. И Вадим найдет тот шанс. Один шанс, который ему выпадет. Но он им воспользовался все-таки опыт. Нечем издавал. Здорово через корпус пытается пробить ногой голову Вадим Давыдов. Но соперник на чеку здорово прикрыт. Мы сегодня видели, какое разрушительное действие может нести этот технический алипид. Да, действительно. Два нокаута. Сотни рога. С разножкой ударил, да. А до этого с дальней ноги. Насколько я помню. Он был сдальней. Но он был в спину. И он пытается пробить. Пожелось и ножны. Правда? По возможности можно, наверное. При желании, наверное. Нужно. Неплохой сбой на левое от Вадима Давыдова. Полраунда прошло. Продолжается перестрелка. И будет, по-прежнему, очень плотный колено в прыжке с размножкой от Вадима не проходит к силе на нее. Идет перестрелка на средней дистанции. Отталкивается от соперника. Вот это теснительный пернам. Вот такая плотность боя, она, разумеется, скажется на функционале. Рано или поздно, но мы знаем, что Вадим умеет терпеть, как никто. Кажется ли, таким же выносливым и терпеливым Жан Грен. Но, наверное, может быть, поискорен азиатский боек. За письмой Ари Кихай. Они все тоже очень такие терпеливые. Шлепок сейчас был. Шлепок на руке, исполняется. Кстати, вот нам с тобой румы видно. За длинными шерками гематома скрывается. У Вадима-то левая нога передняя. Она так весьма существенная. Колено с дали ноги попытался исполнить Вадим Давыдов. Но видно, что уже бензин потихонечку его заканчивается. Китайцы тоже не свежие, откровенно. Видно, насколько затянутыми становятся удары ногами у Вадима Давыдова. К огромному сожалению. Я бы говорил нам только о том, что... Раунд заканчивается в атаке. С атакой Вадима два удара. В бой был лупый, когда не возбудил. Но его с пыльком были выполнены эти цепенические элементы. Но можно, условно, сказать, что если судьи это оценят, как похищение раунда, то... Было бы хорошо. Да. Раунд можно будет, условно, записать на счет Вадима. Пока что очень ровный бой. И очень тяжелый для Вадима. Наверное... Кстати, вот если говорить про Вадима Давыдова, то я не припомню у него реально проходных поединков. Сколько боев видел? Все на зубах. Очень много дополнительных раундов. Очень много, вот, когда он бой проиграл, а потом в поединок был признан несостоявшим за снигами Суровешкин, когда боксировали. Тоже тяжелейший бой, очень ровный. Раунд три. Раунд три. Центрированные удары. Левый боковой, правый, нулкий. Классическая комбинация от Дэл. Куксинга, Куксинга, тайского Куксинга. Жесткий лоу. Банка, Брена. Нельзя отходить. Нельзя отходить без удара. В никаком случае. Все время бить. Посмотрите, как идет вперед, как слон просто. Жан Грэм. Отстреливается в этом с Давыдов. Старается не отдавать эпизоды. Старается не оставлять действия соперника. Ни одно действие соперника. Это сдвижение. Охажает, Вадим. По правому боковой, по правому, по правому, по печени. Ну, как по печени. Боблый с печени. Не хватает кондиции. Не хватает концентрации для этих ударов. Пытался взорваться Вадим. И тут же ответственно это от Рена. Вот то, что Жан Грэм идет вперед, это нехорошо. Прям нехорошо. Вадиму нужно остановиться. Потягивать просто встань. По печени сейчас пришло Жану. По почте практически. Но не по почте России, как вы понимаете, быстро пришло. И еще раз пришло. Боблый с печени. А теперь уже Вадим. Обраточка. Причем гораздо более жесткая. Дважды. Колено по туловищу в область печени в исполнении Рена. Еще раз по туловищу попадает китайцы. И в голову заходят у него удары. Ручки повыше. Ручки свыше. Еще целую минуту. Да, даже больше. Это очень много. Но опять же мы видим. Немножко развернуло после левого бокового Вадима Давыдова. Причем развернуло после пропущенного удара, как вы понимаете. Очень упорный Жанг Рен. Это дебютный бой для Панна, да? Как на секундочку. Он сражается с человеком, у которого 10 боев. Хорошо. Но вот уже нету мощи в ударах. Эх, попасть бы ногой пожестче. Не получается. К сожалению, не получается. Не попадает сейчас Вадим совершенно. А китайцы пусть и не вносит жесткие удары. Но все равно перчатка до головы долетает регулярно. И вот опять, смотрите. Он бьет левый. Тут же уклон. И удары Вадима идут мимо. Акцентированный удар на группу Туровича в исполнении Жанг Рена. Удары Вадима цели не достигают. Выбрасывает конец. Вымахивает справа на голову. Правой выбор на голову, но не простоет. Все, бой закончен. И у меня тревожные ожидания. У меня очень тревожные ожидания. И даже немножко забегая вперед, могу сказать, что, скорее всего, бой Вадим не выиграл. Что-то мне подсказывает. Что то, как он подсел функционально в последних раундах. И мне тоже кажется, что не выиграл. Потом тогда дрался, дрался, попадал, попадал, выбрасывал, выбрасывал. Но он прятался. Много промахивался. Много промахивался, а мощи голубого удара не было. Это машина, которая используется. Я думаю, что это не создание, что решение будет от Наркань. Но увидим. Мы прекрасно знаем, что представители Китая, Поднебесная судят совершенно иным способом. Д crianças и дPUши, прастисью с чиней-кортером, Россия! Вадим Давидов! Все-таки Вадим Давидов поддерживает победу. Тяжелейший бой. Тяжелейший бой. Этим. Я не знаю, что мы с вами не пробовали. Кому, конечно, просто согласен на всех 146%. Действительно небольшой такой должок. Небольшой, да? Потому что Вадим не проиграл бой. Ну, вот так вот прям с разгробом, да, не проиграл. Да, может быть, он отступал, может быть, в последнем раунде промахивался. Но получил ли он те самые удары, да? Мы же говорим о туннаже, мы говорим об ущербе. Да я сейчас пытаюсь оправдать решение. Да нет, нет, молодец.